Итак, начинается последняя предрождественская неделя на мировых финансовых рынках. Она, конечно же, внесет свои последние штрихи, возможно, очень резкие, но, конечно, уже не исправит сложившиеся тренды. Как я много раз уже себя бичевал, мои предположения о рождественском ралли оказались напрасными. И прогнозы, которые мы с коллегами давали, исполнились только в двух пунктах. Это стоимость золота и это стоимость акций Тесла. Что называется первое слово дороже второго. Надо было все-таки всей массой или значимой массой своих вложений на рынках сидеть в акциях Тесла и с улыбочкой почитывать все, что плохое пишут про Илона Маска. Мы в результате упали, квакнулись, брякнулись, навернулись. И вообще недавно размышлял о том, сколько в русском языке глаголов, которые обозначают падение, оказалось их так много, что в видеоблог они не уместятся. Но так или иначе, в общем, вся прибыль в этом году скатилась до менее чем одного процента. Что будем делать? Будем, а, держать позиции по акциям благо. Большинство сделок по акциям у меня без кредитного плеча. И я здесь абсолютно не волнуюсь. И от тактики, связанной с предположениями о росте основных мировых индексов, я на этой неделе, буквально с понедельника, собираюсь перейти к тактике игры на боковом флете. Я уверен, что европейская рецессия, которая уже стала явью, и, в общем-то, такое достаточно сомнительное положение американского фондового рынка, приведут к тому, что будет боковой флэт, но, в отличие от прошлых годов, этот флэт будет очень резким, падения будут резкие. И, что называется, веселые, находчивые и смелые могут много на этом получить прибыли. Будем надеяться, что не столь веселые, все-таки, сколь находчивые. Я имею в виду, главное, правильно в этой стратегии попасть правильно, на вхождение наверх или вниз. По крайней мере, по газу мне удалось так поторговать. По остальным позициям, что называется, посмотрим. Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да? Только вошел. На что обратить внимание на этой неделе? Мы на портале Финверсия традиционно опубликовали экономическую статистику на будущую неделю. Надо сказать, что неделя будет достаточно спокойной с точки зрения каких-либо статистических данных и тем более выступлений. Ну, такой, в общем, можно обозначить ничего особенного. Мне кажется, что в среду будет статистика влиять на ситуацию на европейских рынках. И четверг – это прежде всего британский рынок и положение вокруг фунта, потому что состоится заседание Банка Англии и будет обнародовано решение об изменении процентной ставки. И, соответственно, четверг будет очень важен для американского фондового рынка, потому что идет блок традиционной статистики, который более всего влияет как на крус доллара, так и на состояние фондового рынка. Но в целом неделя с точки зрения экономических новостей предстоит, судя по всему, скучная, поэтому больше смотрим, как сам рынок влияет на ситуацию. А мне кажется, что сегодня настроения трейдеров будут влиять на рынок во многом даже больше, чем на традиционные экономические данные. Потому что понятно, что очень многие коллеги, а все-таки большинство трейдеров на рынке стоят в бычьей позиции, они, конечно, сейчас обескуражены. И многое зависит от нашего настроения. Кого-то это убивает и приводит, может быть, в такое плохое расположение духа. Кто-то, кто наблюдает за этими процессами сбоку, злорадствует, что, как правило, не способствует успешному трейдеру, включая того, кто, собственно, злорадствует. А кто-то, соответственно, чешет затылок и думает, как ему сменить стратегию и в какую сторону, что называется, податься. Ну вот я хочу оказаться в числе вот этой третьей категории. Это, ну, как бы более продуктивно. Из того, на что я обратил еще внимание на этой неделе, это любопытный блог Василия Олейника. Денег не прибавилось. В этом блоге Василий пишет, во-первых, о влиянии вот этой мыльной оперы вокруг Брекзита на европейские рынки. И о том, что Европейский Центробанк пока не может предоставить банкам ликвидность, не имитирует новые евро. Я думаю, в общем-то, важные соображения, которые явно повлияют на европейскую экономику. Вполне возможно, что мы увидим серьезный рост евро и продолжение таких моментов рецессии. Ну и дальше высказывается важное предположение, что рано или поздно Европейскому Центробанку придется крупнейшим банкам региона предоставить ликвидность. И вот в этом случае, конечно, начнут более такие интересные ситуации, возможности. Возможно, европейский рынок начнет постепенно отрастать. Я думаю, что вся эта неделя будет достаточно волатильной, чтобы на ней заработать, но недостаточно волатильной, чтобы переломить тренды европейской рецессии и американского уныния. Поэтому все только в наших руках. Избавляемся от своего собственного уныния, от рецессии в собственных взглядах на трейдинг. Ну и в любом случае, как-то идем на завершающую неделю года. Начинаем готовиться к Новому году. Новому году.